Всем привет, мои хорошие! С вами Аки Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередной влог. Я встала где-то 2 часа назад, искупалась, накрасилась. Быстренько сниму для вас мукбанг с кукурузными палочками, хотя я уверена, что это мукбанг много не наберет, но хоть какое-то разнообразие, что-то новое. В общем, сегодняшний день я хочу посвятить шоппинг-влогу, сходить по магазинам, посмотреть вещи, потому что реально такие скидки, что просто невозможно сидеть дома. Я получила зарплату, и все. Бегу по магазинам покупать то, что я не купила в прошлый раз. В прошлом шоппинг-влоге я вам показывала топики, которые мне очень понравились, но почему-то я их не взяла. Я хочу пойти и взять их, и еще кучу других вещей. Если вам интересно бюджетный шоппинг, то оставайтесь вместе со мной. Вот что мы с вами будем кушать в новом мукбанге. Осталось красиво разложить и начать кушать. Они супер сладкие. Есть средние, это как раз-таки очень сладкие. Но они обалденно хрустят. Надеюсь, что вам понравится. Я вот так вот разложила, и мне что-то кажется, что слишком много. Смогу ли я все это съесть? Мне кажется, если не смогу, то зачем ставить перед собой столько, сколько я не смогу? Не знаю. Ой, столько времени потеряла, чтобы просто телефон зарядился. В общем, я надела вот такую вот кофточку, маечку. Не знаю, как назвать. Когда я говорю кофточка, все такие, нет, это маечка. А когда я говорю маечка, нет, это кофточка. И вот такие вот брюки. Я специально надеваю что-то такое, что максимально удобное, потому что в примерочных сто раз снимать и одевать, например, джинсы скини, это немного напряг. Поэтому вот так вот я оделась. Возьму с собой вот эту сумку, которую я покупала в Миннесо. Она максимально удобная. Я просто настолько привыкла брать сумки, которые вот так вот носятся. И получается, у меня руки свободны. Я могу снимать, я могу трогать, чупать вещи. Направляемся на шоппинг. Просто не вылазью из этой обуви. Супер удобная и по мне очень сильная. Берем мусор, пока бабушка не напомнила, и выходим. Я в маске. Я даже на улице хожу с маской. Мне как-то так комфортно. Я чувствую себя защищенной. Хотя это вообще не факт, но все равно. Иногда, когда снимаю блог и иду... Очень странно, но все же факт. Я вышла из дома и думала, что на улице будет холодно, потому что дома действительно было холодно. Аж я надела носочки. Но на улице очень хорошая погода. Прям жарко. Я в шоке, почему тогда дома холодно. Возможно, у нас здание такое. Летом жарко, зимой холодно. Вот. Я сначала подумала, что это комбинезон, а оказалось, что такое короткое платье. На скидке 22 моната. А еще есть вот такое вот симпатичное платье, но боюсь, что в нем я буду выглядеть как колбаска. Стоит 10 монат. Фатя покупала такое, но она покупала за полную стоимость, а сейчас стоит 23 моната. Это шорты. Как-то лун, да? Как называется правильно, не знаю. А вот это мне нравится намного больше, но здесь скидка прям мизерная. Такое платье. На следующее ли это бомба? Кто не понял, это я в Нью-Йоркере. Я вам снимаю модельки, именно которые мне нравятся. Смотрите, какие кружевые, какой цвет. Просто вау. Стоят они 23 моната, только лифчик. Еще не из отдельно продается. Шорты ничего так. Мне нравятся на высокой посадке. Здесь еще такой ремешок интересный. Здесь куча ветровочек по 34 моната. Мне приглянулось это. Сейчас буду мерить. Здесь очень много народа. Вот такая вот ветровочка, но мне рукава длинная. Надо взять поменьше размер, посмотреть. Вот это уже размер поменьше. Мне как раз вот рукава. Посмотрите. Мне очень нравится. Тапки мега крутые по мне. Мне очень нравится такой фасон. Супер. Очень красивый. Тканевый. Такой маленький размер. Так, все. Вот теперь мы в раздевалке. Только я и вещи будем сейчас мериться. Первый вариант. Это вот такой вот топик. Можно даже без лифчика его отзвать. Стоит 5 монат. Хочу взять. Просто лямочки. Они какие-то слишком. Второй вариант. Вот такая же. Просто другого цвета. Опять же, не нравятся лямочки. Но, наверное, возьму. Третий вариант. Вот такой вот топик. Это мне больше нравится. Больше всех. Это мне нравится. Я вообще не люблю красный цвет. Это такой вот боди. Следующий вариант. Вот такой вот. Сейчас будем мерить вот эти брюки. Мне не нравится, как сидит. Вообще ужасно. И как будто очень толстый. Наконец-то я купила чехол, который очень давно хотела. Красота. Все пишут, что это кейс. Я захожу в магазин, будет, дайте мне кейс на 11-й айфон. Все говорят, а, вам чехол нужен. У нас говорят так, поэтому я привыкла. Сейчас направляюсь в Макдональдс. Не знаю, работают они или нет, но вроде здесь на свежем воздухе люди сидят. Здесь такая очередь. Прям ужас только народу. И непонятно, кто за кем идет. Поэтому смысла не вижу здесь стоять и ждать. Хотя бы было понятно, кто за кем идет. И сколько человек впереди меня, а то нет. Поэтому я, наверное, пойду домой и придумаю что-то другое для еды, для мукбанка. Буду голодная. Жаль. Хотя можно заказать через вольт. В общем, что-то придумаем. Такой вот костюмчик 25. 25 мунат стоит. Короче, я заказала себе две шаурмы. Пока что она готовится. Я зайду в продуктовый магазин и куплю конфеты-рачки, которые мне заказала бабушка. Они вроде не везде продаются, но я знаю магазин, где они точно есть. Сейчас зайдем и возьмем, чтобы просто так не терять время. Хотела снять для вас Макдональдс, но, к сожалению, там огромная очередь, ждать неохота. И самый прикол заключается в том, что непонятно, кто за кем. Странная очередь. Нет никаких номерков. Не хочу терять время. Лучше я закажу через доставку, переплачу, но зато будет удобнее. Обожаю эти конфеты. Они очень вкусные. Ну все, я закупилась, поднимаюсь наверх. Смотрите на этот чехол, какой мне нравится. Прям кайфую от него. И зеркало такое, знаете, лакшери. Сразу видно, в каком жилом комплексе, крутом я живу. Сразу по зеркалу понять. Все, я уже дома. Давайте покажем, что же я купила. Это показывать не будем. Вот вы уже, наверное, видели, когда я мерила. Оказывается, есть меньший размер. Я взяла 38. Стоила она сначала 65, а затем я купила за 35. Мне кажется, это вообще замечательная цена для вот такой вот штуки. Здесь вот кнопки. Мне это очень нравится, потому что пуговки одной рукой, ой, пуговки, да, пуговки одной рукой застегнуть очень сложно. Сейчас померю и вам покажу, но я в восторге. Почему-то камера немножко съедает цвет. На самом деле она ярче, чем вам кажется сейчас. Брать, что попало, не хотелось. Хотелось взять что-то по душе и что-то, что я буду носить в ближайшее время. И вот, оказывается, на зимние вещи тоже были скидочки, поэтому взяла. Мерила много чего, ну, как-то, знаете, не по душе. Когда не по душе, я стараюсь не брать. Здесь вот такие вот карманы. Это обманка. Здесь кармана нету. Я, в принципе, в магазине вам показывала. Я прям ужасно голодная. И здесь две такие шаурмы. Мои любимые. Как раз сейчас буду снимать мукбанг. Я в таком потрёпанном виде. Но я, знаете, что вспомнила? Когда мы жили в России, мама каждый раз возвращалась, например, с рынка и покупала там овощи, фрукты и все дела. И мы с братом всегда знали, что в одном из пакетов обязательно есть шаурма. И как только мама заходила домой, мы бежали, отнимали у неё эти пакеты. И прям почувствую запаха. По запаху мы определяли, в каком пакете шаурма. И с таким удовольствием кушали эту шаурму. Это для нас было лучше, чем суп маме, лучше, чем любое блюдо. Это был такой деликатес. А сейчас, когда ты можешь сам себе позволить поехать купить шаурму, уже, знаете, не настолько ты любишь это блюдо, так можно сказать. Ты любишь этот вкуснятину. А раньше это был просто праздник. Мама всегда ругалась, говорила, а чем вам не нравится блюдо, которое я готовлю. Она готовила до уму, там, не знаю, дюш-пере, всё что угодно. Но для нас шаурма это было вообще святое. Субтитры создавал DimaTorzok